В Шанхае спустили на воду передовой фрегат китайского производства. Стражевой корабль отличается большой огневой мощью. По словам специалистов, его создание открывает новый этап развития военного судостроения в Китае. Подробности в продолжении выпуска. Судно водоизмещением в 3000 тонн достигает 120 метров в длину. Оно вооружено различными типами артиллерийских и ракетных орудий и способно наносить мощные огневые удары по кораблям и береговым укреплениям вероятного противника. Система вооружения корабля сделана в Китае. Мы этим очень гордимся. Сорожевой корабль и собственные расслабления показывают, что судостроение в нашей стране достигло мирового уровня. Этот фрегат оборудован системами противовоздушной, противоракетной, противоглодочной обороны. Он может самостоятельно или вместе с другими видами вооруженных сил выполнить разнообразные военные и гражданские задачи. Автоматические орудия 76-го калибра способны наносить мощные огневые удары по целям, находящимся на расстоянии более 100 километров. Риск аварий и неисправности минимален. Инженеры отдельно отмечают высокую надёжность систем безопасности корабля. Мы уделили особое внимание противопожарной безопасности. Бронирование отсеков и специальные генетические щиты обеспечивают надёжную защиту от высоких температур. Ещё одна особенность корабля – невидимость. Судно спроектировано в соответствии с требованиями по снижению радиолокационной заметности. С этой целью при его создании использованы наклонные плоские поверхности. «Когда мы разрабатывали дизайн, мы постарались сделать всё, чтобы корабль был практически невидим для радаров противника. Так, настройки, двери, люги, а также орудия, удобленных в корпус». Разработчики ожидают интереса со стороны как китайских, так и зарубежных покупателей. По словам экспертов, технические характеристики фрегата делают его одним из лучших предложений на рынке. Зоу Сеутум, Си Си Ти Ви